Благословен ты, Господь Бог, Царь Вселенной, дарующий нам Тору. Спасибо тебе за Ишуа, который стал Словом воплотившим на земле и подарил нам радость спасения. Ишем Ишуа. Амин. Давайте мы присядем и поговорим о недельной главе Торы. Кто помнит, какая была на этой неделе недельная глава? Правильно, недельная глава на этой неделе, недельная глава. Бо. Знаете, такое бо. Так она звучит, бо. Бо. Мы когда-то жили в стране Советов. Помните, да, Советский Союз, то есть страна Советов, говорили, типа. И в этой стране Советов любили задавать советы и посылать. То есть они говорили, вперед к светлому будущему, идемте к коммунизму. Если посмотреть, то на самом деле это всего лишь калька, которая была содрана с Писанием. Потому что Господь тоже посылает. Если посмотреть слово бо, оно переводится как иди. И получается картина такая, что, ну, когда мы жили в мире, живем, то есть нас тоже посылают часто, говорят, да, иди ты. И, ну, адрес часто меняется. И каждый раз этот адрес никуда не приводит. Но если Господь говорит иди, то Он говорит, куда идти и что делать. Если мы смотрим, Он говорит Моисею, иди к фараону. То есть Он не говорит, иди куда-нибудь, Он говорит, иди к фараону. Итак, смотрите, что Он говорит. Очень важно помнить, что если Бог говорит нам идти, и мы идем, то Бог что-то будет делать. И это что-то изменит не только нашу жизнь, но жизнь других людей. И если мы не идем, тогда, к сожалению, мы будем только смотреть на кого, кто пошел. У нас будет всегда замечание по тому, как Он идет, как Он не идет, или почему Он что-то делает, или почему-то Он так не делает. Но Бог зовет каждого. Знаете, если посмотреть даже Брит Хадаша, Он говорит в самом конце, Он тоже посылает, знаете, вот так нас Бог, Он посылает. Он говорит, идите во все народы. Идите во все народы. Идите к людям. Идите к ним. Идите и делайте из них учеников. Но в этой ситуации Бог говорит Маше, иди к фараону и скажи ему, отпусти народ мой. Вы заметите, что в то время Израиль не был в таком еще хорошем состоянии. Он не был таким уже крутым парнем, что народ мой. И очень важно отметить, что Бог говорит, народ мой. Он видит нас, независимо от нашего духовного состояния, как один народ. Понимаете? То есть, каждый человек у нас как бы спасение, оно индивидуальное. Мы приходим к Богу каждый. Но мы идем по жизни, как один народ. И Бог смотрит на нас, и Он видит нас, как своего дитя. И знаете, это очень важно, потому что напоминать себе. Потому что смысл главы Бо, и я думаю, что я сегодня буду об этом говорить, это глава памяти. Потому что это глава исхода. Конкретно в этой главе, это с 10-го, исход 10-я глава по 14-ю главу, это история исхода. Это две последние казни, и самое главное, это Песах. Это Песах, когда произошло то, что мы празднуем каждый раз, и говорим, маништана, лалахазеш, чем отличается ночь от этой ночи. Это Песах. Это тогда, когда Бог вывел свой народ из Египта. Когда, наконец-то, фараон сломался. Когда он уже не смог удерживать Израиль. Это была глава исхода. И если мы посмотрим дальше, я хочу просто немножко задержаться в 10-й голове. Каждый выход, вот знаете, мы всегда находимся в каких-то рабствах. Да, мы свободны, мы получили свободу, но у нас всегда есть какое-то рабство. У кого-то в чем-то. Кто-то не может простить, кто-то не может принять другого человека, кто-то не может вступить в свое призвание. И это как бы Египет, который тормозит нас, тормозит нас перед этим будущим. И что получается? И всегда, когда Бог нам говорит идти, мы приходим и говорим фараону, слушай, нам надо выходить. Бог сказал идти в пустыню, чтобы совершить богослужение. Знаете, что происходит? Фараон говорит, идите. Только детей, исход, оставьте. Всегда будет место компромиссу. Всегда в нашей жизни будет момент компромисса. Я специально выписал значение слова компромисс. Это от латинского слова compromissium, что означает соглашение. Соглашение путем взаимной уступки при столкновении интересов. И если посмотреть на 10 главе, 10 стих, я надеюсь, у всех есть оружие в Библии. Вы знаете, держите мысль, компромисс. Вы знаете, в Израиле молодые люди ходят с оружием. И это не страшно, это нормально. И почему они ходят с оружием? Потому что в любой момент может начаться война. Понимаете? И оружие верующего – это Библия. Давайте мы будем брать хороший пример. Мы всегда будем ходить с оружием. Пусть она будет тяжеленькая в сумочке. Но послушайте, лучше таскать тяжеленькая в сумочке, чем дурное в голове. Простите за каламбу. Да, тоже, кстати, тяжелая. Итак, 10 глава, 10 стих. 8 стих. И были возвращены Маше и Арон к фараону. И он сказал им, идите, служите Богу всесильному вашему. Кто пойдет? И сказал Маше, с отроками нашими и со старцами нашими пойдем. С сыновьями нашими и с дочерьми нашими и со всем нашим скотом мы пойдем. Ибо праздник Бога у нас. И сказал им, да будет так с вами Бог, как я отпущу вас. Ну, то есть, такой коломот. Да будет так с вами Бог, как я вас отпускаю. И детей ваших, смотрите, беда перед вами. Не так. Вы, мужчины, пойдите и служите Богу, ибо этого вы просите. Он говорит просто, ребята, мужчины могут идти, мальчики, девочки, все остаются тут. И он говорит, нет, мы этого делать не будем. Приходит второй момент. Это 10 глава, 24 стих. И сказал то же самое. Идите, служите Богу, только весь ваш скот пусть останется. А дети пусть идут с вами. То есть, в жизни каждого из нас наступает компромисс. Знаете, иногда наступает момент, мы говорим Богу, Бог, мы будем что-то делать. Господь, мы обещаем Тебе. И вот мы начинаем движение. И потом приходит момент компромисса. Мы думаем, а ладно, ну тут ничего страшного. Ну, не сделаю так, как обещал. Ну, ладно. Это же, ну, проблема разве. Ну, не помолюсь один раз там. Ну, обещал, ты же простишь, ты же мой папа, ты меня любишь. И приходит жизнь компромисс. И ты смотришь, ты остаешься на месте. Ты, кажется, разогнался, бежишь, а потом хобби, ты на месте. Знаете, бег на месте. И происходит дальше. И если мы даже посмотрим в будущем. Господь, когда давал на горе Тору, Он дал праздники. Вы помните, да, праздники Господни. Я сейчас вам скажу слово. Рош-Хашана. Что такое Рош-Хашана? Новый год, да. Ну, в еврейском мире это Новый год. У всех есть Новый год, и у нас Новый год будет. А если мы посмотрим по Писанию, Новый год вообще Песах. Он сказал, да будет этот месяц первым у вас. И тут приходит, то есть, что получается. Пришел компромисс. И теперь Рош-Хашана, праздник трубных звуков. Рош-Хашана, Йом Газикерон. Праздник памяти о трубных звуках. Праздник призыва к покаянию. Стал обыкновенной веселухой. И люди уже забыли, что многие забыли, к сожалению, что в этот день надо каяться. Что в этот день надо вспоминать свою жизнь. Они просто радуются. Нормально, хорошо, мы радуемся перед Богом, аллилуйя. И напоминает вам Тельца, когда они вышли потом дальше и построили своего Бога. Тельца, помните такого? Извояли. Удобного себе, хорошего Бога. И так же самое. Компромисс. Дьявол, он будет делать все возможное, чтобы мы шли на компромисс. Вы знаете, если тут есть моряки, вы знаете, если вы проложите курс от точки А в точку Б, и вы ошиблись на полградуса, конечный пункт будет не пункт Б, а пункт С. Вы уйдете далеко. А если мы будем еще разбирать термины, вы увидите, что слово грех, хет, означает вообще не попасть в цель. То есть, если мы не попадаем в цель, мы совершаем грех. А наша цель – это спасение. И Бог, конкретно даже на примере, мы можем посмотреть пасхальные жертвы, помогает нам увидеть это. Он же не говорит, возьмите любое животное, которое вы поймаете, сделайте с ним, что хотите, принесите мне его в жертву, и все нормально, я вас пощажу. То есть, нет, Он говорит конкретно, Он говорит четко, возьмите ягненка, один месяц, или козленка, возьмите его, сделайте, зарежьте, спеките на огне, съешьте его, берите горькие травы. Вы помните, да, кстати, там у отца еще ничего не было, отца потом появилось позже. Но в тот момент Песоха, Он сказал конкретно, делайте так. И Он сказал, возьмите, самое главное, возьмите и соп, возьмите кров, помажьте косяки дверей, притолки и боковины. То есть, Он поставил конкретные условия. Если бы, не знаю, кто-то какой-то там, не знаю, Моисей Аронович сказал, слушайте, да зачем мне это надо? Давайте я вообще, ну, вот так сделаю, вот так, как мне удобно. Как вы думаете, что-то ангел Азраил, который проходил мимо, он прошел бы мимо? Да нет, он бы зашел бы и сказал, здравствуй, я вот к тебе за твоим первенцем, я твоя смерть, да, не за тобой за попугаем. Это другая история. И вот поймите, я вам говорю о компромиссах. Посмотрите на свои жизни, я на свою свою жизнь. Сколько раз я был в компромиссах? Вот компромисс, приходит слово компромисс. И знаете, компромисс с Богом, Он оставляет нас в Египте. И когда мы остаемся в Египте, тогда, понимаете, нам ничего не остается, как опять вопиять Господу, опять крещать Ему, идти к Нему и искать Его. Хорошо. Давайте мы еще, а теперь я вот подхожу к основному, основной, как бы, теме нашего, нашей недельной главы, которую, ну, как мне понял. Посмотрите, сколько раз в Писании, даже вот насчет Песоха, кто еще помнит, что такое Шаббат? Шаббат. Я жду, ну, вы же знаете, Шаббат, праздник, день, посвященный Господу, день покоя, день шалома, суббота, еще. Это напоминание исхода из Египта. Каждый Шаббат – это миниатюрный Песох. Каждый Шаббат говорит нам, рабами вы были в доме фараона, но Господь рукой сильной вывел вас в свободу. Каждый Шаббат мы вспоминаем исход. Каждый Шаббат. Почему? Знаете, почему? Шановные братья и сестры, хочу вам сказать такую, ну, я не помню, как по-украински, нерадостную весть. Мы страдаем с вами духовным склерозом. Мы забываем то, что Бог делал в наших жизнях. Мы забываем то, что Бог творил с нами. Что мы помним, знаете, у нас очень хорошая у человека память. Знаете, мы помним хорошее, нет, мы забываем хорошее, но помним плохое. Вот что-нибудь плохое, одно, перечеркивает две тысячи хорошего. Мы сделаем человеку десять тысяч хороших вещей, но что-то не так, все. Враг. Где мой пулемет? Где Египет? Я возвращаюсь назад. Здравствуй, фараон. И опять Песох. Здравствуй, Сава. Кусиное. Нет, на самом деле, поймите, иногда мы забываем это. Мы забываем. И поэтому Бог нам дал праздники, чтобы мы помнили. И Он говорит, учите своих детей, напоминайте, помните, совершайте, делайте. Навяжите на голову, напишите на этот. Ну, зачем? Ну, зачем? Чтобы не забывали. Чтобы помнили. И каждый раз, глядя, вспоминали. Ведь не вспоминают они, как им было плохо рабами. Они же не говорили, там, Господь, верни нас в Египет, потому что нам было плохо. Потому что мы пахали, как сидоровые, не знаю кто, козы, наверное. Я не знаю, почему козы. И почему сидоровые. Мы пахали, мы эти кирпичи, мы строили, нас ни что не ставили, нас не кормили. Но они вспоминают нас. Вы помните, как вкусно было? Вы помните тот изумительный салат из лука и чеснока? Какой был салат? Ну, а мясо? Какое было мясо? Мяса они вообще не было. Рыбой кормили. А мясо они раз попробовали в пустыне, потом чуть не умерли. Перепила. Подумайте сами. Послушайте. Нам свойственно забывать то, что Бог делает в нашей жизни. И знаете, это не упрек. Это нормальное, естественное состояние человека. Греховного человека. Наша вот эта память, которая была во грехе, которая восстанавливается в Ешуа. Писание четко говорит, что в нем мы изменяемся. Преобразуемся в его образ. Поэтому вот этот духовный склероз, он лечится только Господом. Он лечится только тогда, когда мы начинаем вспоминать то, что сделал Бог в нами, с нашей жизнью. Песах. Однажды, мимо каждого из вашего дома прошел ангел смерти. Но кровь на косяках двери сказала ему, это дом моего сына. Это дом моего народа. Независимо. Пусть этот человек, ну пусть из моего народа человек ошибается. Пусть у него есть проблемы, но он мой народ. Это мои дети. И я тебе не разрешаю. И вот так же само в жизни каждого из нас. Понимаете? Давайте мы будем каждый раз вспоминать об этом. Давайте мы будем не забывать об этом. Почему каждый раз мы читаем недельную главу Торы? Почему каждый раз мы празднуем праздники? Почему мы чтим Шаббат? Чтобы помнить. Поэтому и называется Шаббат Захар. Помни. И Шаббат Исполняй. Два. Два значения. Он говорит помни и исполняй. Помни и исполняй. И поэтому если кого-то может это обидело, послушайте, это нормально. Это нормально. Нормально нам забывать о хорошем. Давайте мы остановимся на мгновение и вспомним об этом. Мы посмотрим на косяки дверей и скажем, да, Господь? Да, да. Да, в жизни наших были люди. Да, Ты был в нашей жизни. Ты что-то делал. Понимаете? История Песоха, она уникальна. Это исход. Идти. И даже служение, мы называем это христианство, мы называем это мессианский иудаизм, мы называем это мессианское движение. Ну, движение, оно больше подходит. Потому что движение. То, что называлось в Ишуа, это говорилось о пути. Он говорил, люди, даже в Деяниях, если мы читаем, и были приведены люди, пути, дороги. Дороги. То есть, движение в Господе, это дорога. Это не просто какая-то обыкновенная такая остановка на пути. Нет, есть остановки на пути, есть, ну, разные бывают ситуации. Кто-то там иногда споткнется, кто-то упадет на обочину, кто-то вернется назад, потом обратно вернется. Но это дорога. И путь осилит идущий. Нету, нету такой, знаете, как бы я стою на месте и опа, я уже возле Паша. Паш, привет, я есть рядом? То есть, телепортация такая, хоп, духовная такая телепортация. Это дорога, это путь. Израиль это испытал. Он прошел рабство. Послушайте, он прошел рабство. Через Иосифа Бог поднял Египет. Через Моисея Бог разрушил Египет. И уже не было такого Египта, который был до Моисея. И уже не было той силы, потому что Бог разрушает безбожные. И вот, знаете, я вот насчет компромисса все-таки вот размышлял. Я подумал, что, знаете, конечно, мы идем на компромиссы. Мы забываем, а почему мы идем на компромиссы? Потому что мы забываем. Мы забываем Бога. Мы забываем, что Он делал в наших жизнях. Мы забываем то, что когда-то мы нуждались, и Он отвечал на нас. Но мы помним тогда, когда Он нам что-то не давал. Мы говорили, знаете, вот моя любимая история, это когда один молодой человек, ну как, не молодой уже, мужчина в возрасте уходит на этот свет. И Бог показывает ему жизнь. Это гигантский океан. И вдоль океана, ну, песчаная такая, песок. И двое пары следов. И Он говорит, вот видишь, вот это мы шли с тобой вместе всю свою жизнь. Он такой, да-да. О, а вот здесь, вот где камни и стекла биты, видишь, тут одни следы. Это же, ты же тогда меня оставил. Он говорит, гупышка, я тебя на руках нес. И часто мы думаем, что это мы идем, а на самом деле Бог несет нас на руках. Часто мы приписываем себе какие-то вещи, которые, ну, реально не свойственны нам. Он дает нам эти силы. История исхода, она уникальна тем, что Бог вывел свой народ. Народ, которого Он знал наперед, что этот народ будет роптать. Он знал наперед многие вещи, но Он все равно любил свой народ. Поэтому глава Бога – это глава исхода. И в жизни каждого из нас должен быть исход. Когда-то мы вышли из смерти в жизнь. Знаете, когда, значит, у кого-то, ну, и каждый год это исход. Каждый шаббат это исход. Мы должны, знаете, как писание у апостола Павел, из славы в славу, забывая заднее, простираясь вперед к высшим почестям вешуа Мессии. Вот в чем важно. Не искать, не искать, знаете, всегда легко найти какую-то зацепку, которая нас остановит на пути. И исход, почему исход произошел мгновенно? Почему? Почему Писание говорит, что да не зайдет, да, ну, в гневе своем вы должны покаяться, да, ну, там, да не зайдет солнце в гневе вашем. То есть, как бы, вы должны покаяться, пока мисс не зашел солнце. Понимаете? Почему это? Исход должен произойти быстро. Потому что, если вы постараетесь задержаться, будет компромисс. К вам придет тот, который скажет, ты сын Божий, пусть хлеба станут, пусть камни станут хлебами. Ты сын Божий, поклонись мне и все, все этот, и все царство мира дам тебе. Ну, это так и есть. Вы никогда не смотрели в Писании, что в Матфеи, да, когда написано, что Дух Святой повел и шел в пустыню, чтобы он был искушен сатаной. Послушайте, он не сам пошел, его Дух Святой повел к сатане, чтобы он был искушаем. Иногда, когда в нашу жизнь приходят испытания, мы, ну, просто начинаем выйти. Ну, в мою жизнь, я точно начинаю выйти. Я не знаю, как вы, я знаю, что вы бойцы. А я вою. Я вою, говорю, Боже, что ж такие? А он говорит, ты молился о бесходе? Молился. Ты хотел, чтобы войти в свободу? Хотел. Ну, пожалуйста, получай. Ну, вот у меня уже, ну, я думаю, что времени у меня осталось совсем чуть-чуть. Но я хочу, чтобы еще раз мы вспомнили то прекрасное, вот то, что произошло. Я думаю, что надо всегда читать именно вот этот момент. Я закончу чтением из Писания. И смотрите. Так. И созвал Маше всех старейшин Израиля и сказал им, купите или возьмите себе ягнят для семейств ваших и режьте пасхальную жертву. Жертва называлась Песах. Жертва называлась Прошел Мимо. Возьмите пучок Исопа и обмакните в кровь, что в сосуде, и положите в притолки к обоим косякам кровь, что в сосуде. Вы же не выходите за двери дома своего до утра. И пройдет Бог, чтобы поразить египтиан, и увидит кровь на притолке и на двух косяках, и минует Бог этот вход, и не даст ангелу-губителю войти в дома ваши, чтобы поразить вас. И пусть это будет законом для вас и для потомков ваших навеки. И будет, когда придет страну, которая даст вам Бог, как Он обещал, соблюдайте это служение. И когда скажут вам сыновья ваши, что это за служение у вас? Скажите. Это жертва пасхальная Богу, который миновал дома из сынов Израиля в Египте, когда поразил Он египтиан. А наши дома спас. Давайте мы будем помнить, что наша жизнь, она действительно благодаря тому, что кровь Ешуа была вот на этом древе. что благодаря этой крови, этой жизни, этой смерти, которая оживила нас, мы можем войти в жизнь. Поэтому, если у нас есть склероз, знаете, Писание говорит четко, идите к Богу, который дает всем просто, ну там про мудрость говорится, но я вам говорю, если у нас есть какой-то склероз в жизни, мы забываем о чем-то. Давайте будем приходить к Богу и говорить, Бог, напомни мне, пожалуйста, напомни, что ты сделал в моей жизни. Покажи, как ты меня искупил, как ты спас меня. Покажи мне те камни, по которым ты шел один. Покажи мне. Давайте будем помнить. Давайте будем вспоминать исход, и не только исход, как Египта, но исход, как наш жизненный исход. Поэтому могу вам сказать только одно. Шаббат шалом, ну и хак самеях песах. Шалом. Субтитры создавал DimaTorzok